Центр государственного языка одобрил замену русских названий улиц на латышские. Пока речь идет о переименовании улиц столицы, таких как Ломоносова, Пушкина, Тургенева, Русос, Лермонтова, Сахарова, Эзенштейна, Келдыша. Вместо этих названий будут предложены другие – дзенты Маурини, Миленбаха, Пурвитеса, Олдеса, Берзенша, Бригадера и других именитых латвийцев. В свою очередь, название улицы Масковос никуда не денется. За нее заступился Центр государственного языка, который считает, что переименование улицы не соответствует регламенту, так как название ее появилось более 160 лет назад. Напомним, ранее в Управление архитектуры и дизайна городской среды Рижской думы поступило предложение о переименовании улицы Масковос в улицу Латгалас. С 1 июля прекратит работать справочный телефон 8999, правда, пока временно. Об этом сообщили в Национальной службе здравоохранения. До сих пор по этому бесплатному телефону можно было записаться на вакцинацию от COVID-19, а также получить информацию об этой болезни и цифровых сертификатах. Жители, как и прежде, смогут записаться на вакцинацию на портале manovaccina.lv, а также связавшись со своим семейным врачом или по записи в ближайшем процедурном кабинете. В свою очередь, если пенсионер хочет получить прививку от COVID-19 дома, то следует звонить по номеру телефона 83001234. Справочный телефон 8999 начал работать 10 февраля прошлого года. За это время жителям было оказано более 700 тысяч консультаций, отвечено на более чем 45 тысяч электронных писем. К слову, за пять прошедших дней в Латвии было выявлено 827 новых случаев заболевания COVID-19. Было проведено 6027 лабораторных тестов на коронавирус. Из них доля положительных составила 13,7%. В настоящее время кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 160 случаев на 100 тысяч населения. В Латвии можно будет вырубать и молодой лес. Такое решение было принято на заседании правительства. Таким образом, Кабмин намерен способствовать объему производства щепы, которое необходимо для производства в том числе и тепловой энергии. Согласно исследованиям Латвийского сельскохозяйственного университета об определении параметров рубки, изменения будут способствовать увеличению стоимости лесов на 440 миллионов евро при условии целенаправленного восстановления с использованием ценного репродуктивного материала. Ежегодный чистый доход отрасли может увеличиться на 12 миллионов евро. Против данного решения возражают природоохранные организации. Они напоминают, что поправки уже дважды приостанавливались из-за давления общественности, а теперь приняты вопреки обещаниям премьер-министра Каринша о том, что они не будут рассматриваться, пока не будет достигнута договоренность между природоохранными организациями и лесной отраслью. Предложенные изменения к правилам вырубки латвийского леса, которые позволяют вырубать более молодые сосновые, еловые, березовые леса, впервые были предложены в 2017 году, а повторно в 2019. С тех пор дискуссия по этому вопросу не проводилась. На этой неделе планируется начать ремонтные работы на мосту Единства. Все дорожно-строительные работы будут проводиться в ночное время суток, что позволит избежать дорожного коллапса в дневное время, когда движение на мосту и без того является интенсивным. Активная фаза ремонтных работ запланирована на июль. В рамках реализации проекта будет проведена замена асфальтового покрытия и своего рода это временное решение существующей проблемы. Капитальный же ремонт моста Единства запланирован на следующий год. В ходе реализации проекта будут проводиться работы по улучшению гидроизоляции конструкции, по ликвидации коррозии бетона и приведению в порядок технических элементов строения. Правительство определило с дальнейшими приоритетными направлениями развития Дагубовского университета. Ими станут естественные, социальные и гуманитарные науки и искусство. Специализация обозначает те направления, которые необходимо развивать в первую очередь, но Дагубовский университет имеет право осуществлять образовательные программы и исследовательскую деятельность, а также он сможет разрабатывать различные нишевые программы или обеспечивать разработку новых областей. Направления выбирались на основе достигнутых показателей эффективности научных публикаций, объема выполненной научной работы, участия в международной оценке научных учреждений, количество научных сотрудников, студентов, выпускников и докторантов. До 31 августа 2023 года Министерство образования и науки должно представить на рассмотрение Кабинета министров проект решения о порядке обновления специализаций высших учебных заведений страны. Дагубовская технологическая средняя школа лицея стала лучшим учебным заведением страны. Таковы результаты рейдинга средних школ Латвии, составленного фондом Адисса Кронволдса за 2021-2022 учебный год. В топ лучших школ страны попали еще две доугубовские школы. Это 12-я средняя школа, занявшая седьмое место в рейтинге и 3-я средняя школа, оказавшаяся на 10-м месте. При составлении рейтинга учитывались достижения на государственных олимпиадах, на открытых олимпиадах и на конкурсах научно-исследовательских работ учеников. Отдельно фонд Адисса Кронволдса оценивал и гимназии, и основные школы. В категории гимназии рейтинг из 31-го учебного заведения возглавили рижские школы. Даугубская государственная гимназия оказалась на 4-м месте, а польская гимназия имени Пилсудского на 15-м. Отдел централизованных закупок Городской думы объявил о проведении повторного конкурса третьего по счету на поставку 24 новых трамвая для предприятия Даугубл Сатексмы. Предложения от потенциальных претендентов будут ждать до 5 августа. Конкурс разделен на 6 лотов и, согласно условиям выделенного европейского финансирования, завершить реализацию проекта необходимо до конца 2023 года. Напомним, в рамках объявленного первого конкурса самоуправление не получило ни одного предложения от претендентов. На второй заявился локомотиворемонтный завод, но, судя по всему, комиссия не сочла о возможном отдать этот подряд Даугублскому предприятию. Увенчается ли успехом третий конкурс, станет известно примерно через полтора месяца.